Аллинуя Бога богов Творца неба и земли Всего видимого и невидимого Слава тебе, Ава, Отче Папочка, Папа Сущий на небесах Иегова, Бог Авраама Исаака Якова Да святится имя Твое Да придет царствие Твое Да будет воля Твоя На земле, как на небе Хлеб наш насущный Дай нам на сей день Прости нам долги наши Как и мы прощаем должникам нашим Аллинуя Не веди нас в искушение Избавь нас от рукава Твое царство и силы слава Вовеки, Аминь Господи, слава тебе Хлеб наш насущный сегодня Это ты сам Благой человек, любимый Бог Спасибо тебе, Господь, спасибо Братья и сестры Сегодня совершая хлебобдомление утром Я благодарю Бога за хлеб наш насущный Не только за физический хлеб Даже нисколько за физический хлеб Да, за это благодарю Бога Но наипаче благодарю за Небесный хлеб За Иисуса Христа Праведника Слава тебе, Господь Благословен ты, Господь Благословен ты, Бог наш Хлеб наш насущный Живой, сошедший с небес Аллинуя Спасибо тебе, Господь, спасибо Благослови сегодняшнюю трансляцию Благослови, Господь Всех, кто подключается сейчас К началу этой трансляции С утренней молитвы Благослови, Боже, всех нас И преломи свой хлеб Господь Хлеб жизни Ты наш хлеб Живой Сошедший с небес Слава тебе Благодарю тебя, Господь, за все Слава, слава, слава Агнцу Божьему На престоле Аллинуя 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 Благодарю тебя, Господь, за лозу земную И благодарю тебя за лозу небесную Благодарю тебя, Господь За лозу небесную И за лозу земную Аллинуя Аллинуя Спасибо тебе, Господь Сейчас проскомедия, подготовка к хлебополомлению, причастию, ну и прямой трансляции. Сейчас у них 6 утра, вот начинаю прямую трансляцию с нашей Киевской архипископии Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. Трансляцию с Киева. О, спасибо тебе, Господь, спасибо, 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 благословен ты, Бог наш. Аллилуйя. Включил колокольный звон в начале этой трансляции. Прекрасно звучат колокола. Вот, и слава Богу. Пробуждая как бы нас к молитве. Аллилуйя. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо. Вот, и доброе утро всем, да, братья и сестры. Всем, кто подключился, 6 утра в Киеве, и я начинаю эту трансляцию с нашей Киевской архипископии Реформаторской Православной Церкви. Аллилуйя. Христа Спасителя. Парафия Христа Спасителя. Молюсь за всех наших священнослужителей сегодня, да, Алексея Ивановича благоставляем, нашего благочинного, вот, отца Виктора с Черкасской епархии, да, не смог быть он, к сожалению, вчера с нами планировалось, чтобы мы вместе проведем служение вчера, но не было его. Но уже жду в следующее воскресенье отца Виктора, слава Богу, всех наших священнослужителей благоставляю во имя Господня, во имя Иисуса Христа. Молюсь о поездке во Львов, вот, и о Божьих призваниях молюсь, потому что для Украины и для стран бывшего Союза и за, дальше там, за периметром уже сотни, сотни, тысячи, тысячи священнослужителей нужны сейчас православных евангелистов, миссионеров, православных христиан, нового поколения, христоцентричных реформаторов, обновленцев, оновленья, видновленья вчера, как раз обсуждали эти темы, слава Богу, с отцом Максимом. Благословен Господь Бог, наш Царь всей Вселенной, благоставляю всех вас, друзья, благоставляю свою семью, свою супругу, Инну Сергеевну, благоставляю детишек наших, внуков наших, благоставляю всех вас, друзья, ваши дома, родных, ближних, во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Слава Иисусу Христу, навеки слава Богу Святому. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Христу, сия вера апостольская, сия вера христианская, сия вера вселенную утверди. Аллилуйя, аллилуйя. Да, и из Священного Писания, из Божьего Слова, зачитываю из первого послания Петра, 5-7, первое послание Петра, 5-й глава, 7-м стихом написано, «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Аллилуйя. О, аллилуйя. Спасибо за нашего брата Петра, апостола, помазанника, который Духом Святым в своем послании много добрых наставлений, таких он дал нам. И по отшествии своем он уже давно не с нами, да, давно уже умер, но, слава Богу, что эти послания, они и до сих пор звучат, до сих пор они звучат, и пробуждают души людские, и побуждают нас к определенным действиям. И, слава Богу, что действительно это прекрасно, и в нас воссияет и сияет свет Христов, аллилуйя, просвещающий всех. Вчера также говорили об этом братья и сестры, сегодня в календаре православном, церковном календаре, отдание праздника преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Да, сегодня завершающий день праздника преображения, такой довольно продолжительный праздник в традиционном православии. Мы, обновленцы, реформаторы, не празднуем это как праздник непосредственно, то есть мы, ну нет у нас таких праздниц, вот, есть Господние праздники, да, но этот праздник церковный больше, чем Господний, но он действительно из Евангелия, действительно эпизод вспоминает собой евангельский, да и не один даже, именно говорящий о преображении Господа Иисуса Христа и вообще о преображении как таковом. Вчера как раз об этом рассуждали, сегодня постараюсь загрузить все видео уже сюда на канал Ютуба, поэтому к вечеру заходите на Ютуб, сюда на мой канал и сможете посмотреть вчерашнюю запись уже в нормальном качестве, с камеры, снятой с камеры. Слава Богу, да, друзья, и пусть Господь благословит нас сегодня в этом, аминь, да, слава Богу, сегодня сейчас так, аллилуйя, аллилуйя, вода, без воды никуда. Да, кстати, вода тоже образ такой, духовный образ, да все в этом мире, оно и физически, и духовно все вместе, да, у меня кружка с моей семьей, слава Богу. Вот, и вода физическая, да, но благодарю Бога не только за эту воду, благодарю Бога за воду, которую Он дал нам, да, но благодарю Бога за воду живую, аллилуйя, за Дух Святой, за действительно евангельское учение, за благодать Его, аллилуйя. И как физическое тело нуждается в воде, мы-то из воды состоим, и водою, весь мир был создан вообще, да и погиб он водою, первый мир. Вот, и вот духом всякая душа живится святым, как вот и чистотой возвышается, это как вот в православном песнопении поется, очень красивым таком, слава Богу. И сегодня, хлебопреломление совершая, рассуждаю о теле крови Христа, и действительно, вот, учусь этому шалому, погружаюсь в этот Божий шалом, Божий мир, как вот Петр написал, да, все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Конечно, кульминационно эта тема выражается в шаббатах, в субботе, в Господнем дне, когда мы полностью, максимально, насколько это возможно для человека, для каждого из нас, мы отрезаем всякую суету, и как вот в литургии православной мы поем, да, и же херувимы. То есть мы, как херувимы, тайно, таинственно образующие, как бы, да, их преобразующие, этих херувимов, серафимов, ангелов, как ангелы, мы всякое земное оставляем по печенье, и пред Богом предстоим, и молимся. В литургии это очень ярко выражается, но еще больше даже, чем в литургии, это выражается в субботе, в Господнем дне, в шаббате, поэтому учимся этому, учимся. Но шаббат и суббота, это не то, что, вот, ты, допустим, был в суете 6 дней, и потом раз, бац, и ты в шаломе Божьем, в мире Божьем, ты погружен. Нет, это, ну, в идеале, может быть, для кого-то это так, но на самом деле это не так, значит, потому что помни и соблюдай, когда мы шаббат празднуем, да, субботу, то мы зажигаем две свечи, помните, да, и там, значит, ну, как можно и больше, конечно, и даже порой больше мы зажигаем, но две обязательно уже ставим на столе дикирий, так называемый, в православии называется дикирий, то есть две свечи. Мы зажигаем, как вот на архиерейском, да, подсвечники, три кири и дикири, да, и благоставляем там три кири на дикири. Ну, это красивый эпизод такой в литургии архиерейской, мне он очень нравится тоже, вот, как православному архиерею, мне тоже вот эта архиерейская служба нравится, правда, не, ну, поменьше только вот этой византийской подбезности, а так больше евангельской простоты, и все будет хорошо. И вот, значит, и когда мы дикирий зажигаем, получается, две свечи зажигаем, то одна из символик этих двух свечей на субботнем столе нашем, в пятницу вечером, да, это и в течение субботы, это то, что помни и соблюдай, помни и храни. Когда Бог давал заповеди о субботе, то первое, что прозвучало, это помни, да, день субботний, потом соблюдай, да, храни день субботний. Интересно, значит, и я объясняю себе это так тоже, что помнить мы должны все шесть дней в неделю рабочих, казалось бы, да, Сегодня второй день уже недели рабочей, библейской рабочей недели, понедельник сегодня, да, вот, и это, да, второй день библейской рабочей недели, вот, и на протяжении всей этой, и мы вспоминаем сегодня второй день творения, да, Когда зачитываем текст обычно, именно на память вспоминаем их, в воскресенье, в первый день рабочей недели библейской, мы вспоминаем первый день творения, первый акт творения, да, потрясающий, когда Дух Божий носился над бездною, это восхитительная картина, потрясающая наше воображение, потом мы переносимся на второй день, сегодня вот уже вчера вечером, сегодня утром размышляем о втором дне творения, потом сегодня вечером, да, начинается уже третий день уже, третий акт творения, да, это потрясающе, вот, и вот день за днем, но в каждом из этих дней, воспоминая об акте творения, воспоминая о днях творения, мы помним и о седьмом дне, умом переносимся каждый раз в каждом этом размышлении и к завершению, к финалу этого творения, к тому, чем все завершилось, финал был потрясающий, это последний аккорд, это, знаете ли, это прекрасное завершение, это прекрасная симфония творения, и заповедь о субботе Бог дал еще в раю для человеческого рода, и первый шаббат был проведен всемогущим Богом с нашими пращурами, нашими прародителями в раю, там, в раю, и поэтому каждую субботу на протяжении всех этих 5779 лет уже завершается 5779 год, последний остается, ну, чуть больше месяца остается, вот, значит, этого года, уходящего уже завершающегося уже года, уже 30 сентября будем уже в этом году встречать Новый год уже, так что с наступающим вас завершающимся этим годом, да, Милана, доброго ранку, дорогой пастор, шалом, мы рвит Господа нашего Иисуса Христа, аллилуйя, аллилуйя, благоставляю, вот, молюсь за Харьков, молюсь за поездку в Харьков, да, слава Богу, вот, наверное, как Господу надо, вот прям внезапно прийти, приехать и все, потому что Господь тоже говорит, я приду, приду, а все, как бы и не приходил, а потом придет, внезапно написано, внезапно, так что, да, Бог усмотрит, слава Богу, вот, Господь облагоставит, вот, и, друзья, Друзья, благоставляю всех вас сегодня в этом размышлении, в этом рассуждении и местное исписание, что все заботы мы возлагаем на Него, ибо Он печется о нас, то есть даже в трудовые будни, даже в будничные дни мы также должны размышлять об этом и верить этому, да, много забот у нас в этом мире и рабочие дни наши, да, наполненные заботами различными, этой суетой, но пусть внутри нас будет этот шалом Божий, мир Божий, и каждый Божий день, ведь Господь с нами каждый день во все дни до скончания века, поэтому каждый именно Божий день, действительно, нет такого, чтобы был не Божьим днем, все дни Божьи, на самом деле, во все дни Он с нами, у нас каждый день праздник, в общем-то, по каждому дню праздник, Он с нами, и поэтому у нас каждодневное погружение в Его благодать, в Его океан, Его любви, спасибо Тебе, Господь, спасибо, Аллилуйя, 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 Аминь, Аминь, Милана пишет, Аминь. Океан Божьей любви Океан Божьей любви Безусловной любви, безусловной любви, Безусловной любви, Отца Слава Тебе, Господь! Слава, Аллилуйя, 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 С Слава! Аллилуйя! 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 Слава Тебе, Господь! Слава Тебе! Слава Тебе, Боже! Слава! 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 Аллилуйя! Аллилуйя! Благословен Бог наш, всегда ныне и пресна, во веки веков. Аминь! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю Дух Истины! Ты, что везде пребываешь и все собою наполняешь, Сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришел и вселился в нас, И очистил нас от всякой скверны, И Ты спас благой души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Хвала Тебе! Святый Боже, Святый Бессмертный, Хвала Тебе! Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Хвала Тебе! Слава Отцу, Сыну, Святому Духу Ныне, всегда и во веки веков, аминь Аллилуйя Благословен Господь, благословен Царь всей Вселенной Благословен Спаситель наш, Утешитель наш Благословен от века и до века Благодарю Тебя Господь за утро второго дня Воспоминая то, что Ты совершил Господь Боже, то, что записано в Библии Благодарю Тебя Господь за все Аллилуйя Аллилуйя, слава Господу Богу нашему и доброе утро Аминь, доброе утро всем братьям, сестрам Спасибо Тебе Господь, спасибо Аллилуйя Все заботы, да А перед тем написано Петром в этом Пашепослании Чуть выше, что смиренным Бог дает благодать Гордом противится А смиренным дает благодать И в шестом стихе написано перед тем Итак, смиритесь под крепкую руку Божью Да вознесет вас в свое время И вот, собственно, стих, который я вот как раз зачитывал выше В самом начале Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас То есть, я действительно понимаю, так и понимаю, что смириться под крепкую руку Божью Только так можно Ведь смиренному Бог дает благодать Только так можно действительно все заботы отдать Ему Только так Через смирение Потому что суета, да Томление духа Это все такие характерные признаки гордыни Человеческой гордости Скрытой или открытой гордости Но не важно Болезнь она скрыта Протекает или открытая форма болезни Это все одна и та же болезнь Поэтому Вот Смиряемся пред ним И все заботы наши возлагаем на него Аллилуйя Благодарим Господа за все Благодарю Тебя, Боже Всемогущий Смиряюсь под крепкую руку Твою Ведь Ты гордым противишься, Боже Действительно А смиренному Ты даешь благодать И я смиряюсь под крепкую руку Твою И все заботы свои возлагаю на Тебя, Господь, Боже Ибо Ты печешься обо мне Спасибо Тебе, Боже Всемогущий Ты печешься о моей семье, Господь Ты печешься о всех нас, Боже Слава Тебе, слава Тебе и хвала, слава Тебе и хвала И наивысшая для меня точка вот этого момента, апогей Вот этого смирения пред Богом Наивысшая точка, наивысший момент в бытии земном Именно смирение пред Ним и доверие Ему Все целого упования на Него Это вот как раз хлебопреломление, причастие, Евхаристия Причастие, причащение тела и крови Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа Потому что имея гордыню невозможно причащаться Просто невозможно никак Ну то есть ты можешь причащаться конечно там Да, но хоть весь хлеб здесь съешь в этом городе и все вино выпей Ты даже рассуждая о теле и крови Христа Ты все равно это понарошку будет, не по-настоящему По-правдушному причастие это смирение в первую очередь Потому что гордыня, Бог гордо противится Если ты думаешь, что Бог тебя не простил Твои грехи не простил То это не смирение, это гордыня Вот, смирение как раз в том Почему причастие это настоящее смирение для меня Потому что, когда я причащаюсь, я всецело уповаю на Него Я знаю, что Бог меня полностью простил Полностью То, что было, то, что есть, то, что будет Полностью омыл меня от грехов моих И я свят и непорочен пред Ним Во Христе Иисусе предстаю Это, чтобы это принять, сказать это, жить этим То это нужно, действительно, полное смирение Полное смирение и доверие Ему, Его Слову Вот, и поэтому Когда мы, христиане, порой там говорим Господи, помилуй, Господи, прости Боже, помилуй Я тоже так говорю Но я понимаю, сознаю порой Когда я так начинаю порой говорить Я понимаю, что это гордыня Скрытая гордость Скрытая моя гордость То есть, недоверие Слову Я начинаю тут же и в этом каяться Говорить, Господь, слава Тебе, Господь, хвала Тебе Ты простил и омыл Света пишет Да шалом, драгоценные Этот день сотворил Господь для радости и веселья Аминь, аминь Шалом, дети любви Вот, тоже очень красиво вы пишете Слава Богу Пусть Бог благословит всех вас, братья, сестры Сегодня совершаем хлебопреломление Причастие Причищение тела и крови Спасителя Аллилуйя Спасибо Тебе, Господь Спасибо, спасибо, драгоценный Спасибо, возлюбленный Аллилуйя Аллилуйя Спасибо, Господь Спасибо, спасибо Мой возлюбленный Прекрасен Краше тысячи других Вид его подобен кедру На подножьях золотых Вот он идёт Господь грядёт Царь возлюбленный Грядёт Вот он идёт Бог мой грядёт Мой возлюбленный Грядёт Мой возлюбленный Мой возлюбленный Прекрасен Краше тысячи других Вид его подобен Вид его подобен Кедру На подножьях золотых Аминь Аминь Вот он идёт Вот он идёт Царь мой грядёт Мой возлюбленный Грядёт Вот он идёт Бог мой грядёт Царь возлюбленный Грядёт Грядёт Мой возлюбленный Стучица Отвори Сестра моя Время пения Настало Голубица Галубица Чистая Вот он идёт Господь Грядёт Царь возлюбленный Грядёт Вот он идёт Господь Грядёт Бог мой Грядёт Гряди Господь Иисусе Мой возлюбленный Мой возлюбленный Грядёт Аллилуйя Гряди Господи Иисусе И докори Ты не пришёл О Господь Хотя Ты с нами Во все дни До скончания Века Но Господь Я верю В Твоё святое Второе пришествие При глазе Архангела И при трубе Божьей Господь Ты сойдёшь с неба И мёртвого Христе Воскреснут Прежде Потом И мы Оставшиеся В пришествии Господне Восхищены Будем на воздухе Встретение Тебе Господи Божий И так всегда С Господом С Тобою Нашим возлюбленным Будем Прибудем Веки Слава Тебе Новая земля Новые небеса Грядут Спасибо Тебе Господь Спасибо Спасибо за всё Спасибо Благодарю Тебя Господь Нынешние небеса И земля Твоим Духом Святым Содержимы Суду Готовятся Огню Огню Истреблению Ежедневно Божия Церковь Слава Тебе Слава Тебе Не верующий в Тебя Не погиб Но имел жизнь Вечную Бесконечную Счастливую Пресчастливую Господь И тогда На той последней вечере Пасхальной вечере Ветхого Завета И первой вечере Уже Нового Завета Ты Взял хлеб В свои руки Преломил И сказал Примите Ешьте Это есть тело моё Которое за вас Преломляется Во оставление грехов Аминь Аминь Что и мы сегодня делаем Господи Аминь И ты взял чашу И ты Взял её В свои руки Пречистые И Благословил Бога И сказал Пейте из неё все Сияясть Кровь моя Нового Завета За всех вас За прощение грехов Изливаемое Спасибо Так оно и есть Господи Ты действительно Пролил свою кровь Аминь За всех нас Слава тебе Господь Тело Иисуса Христа Аминь Кровь Иисуса Христа Аминь Примите Ешьте Пейте Братья Сёстры Рассуждайте О теле и крови Господа нашего Спасителя нашего Иисуса Христа Спасибо тебе Господь Спасибо Спасибо Благодарю тебя Господи Благодарю тебя За великую тайну За эту благодать Твою Спасительную Слава тебе Слава тебе Святой Тело Иисуса Христа Кровь Иисуса Христа Аминь Твою Слава тебе zemу Подписывайтесь Поехали Слава тебе аминь 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 спасибо господь спасибо за жизнь всего мира ты отдал свою жизнь благословен господь бог наш ты хочешь чтобы все люди спаслись и достигли познания истины ибо един ты бог наш един посредник между тобою и всем истрадавшимся человечеством человек христос иисус предавший себя для искупления всех и кровь сына твоего господа спасителя нашего иисуса христа нас ходящих во свете и имеющих общение друг с другом омываешь от всякого греха спасибо тебе господь спасибо святой великий бог израиля слава тебе господь лихаем за жизнь аминь 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 я вам я вам что за меня жизнь свою ты отдал о спасибо мой друг спасибо брат мой спасибо царь и господь мой целитель мой освободитель мой спаситель мой навеки спасибо 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 благодарю тебя господь милостивый государь благодарю тебя царь царей господь господствующих И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святаго Духа пребывает со всеми нами. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. В завершении этого праздника преображения, сегодня отдание праздника преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, пою это благоставение всех причастников, причастниц, поздравляю с причащением святых христовых тайн, тела крови, Господа Спасителя нашего Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Благоставляю всех вас во имя Господне. Да. Аллилуйя. Аллилуйя. Доброе утро. Прекрасная песня. Аминь. Мне тоже очень нравится, да, эта песня, вот эти песни. Путь Господь дарует и наполнит наши сердца смирением. Аминь. Да, принимаем благодать для смирения, чтобы исполнить волю Его и все, что Он дал нам для этого. Аминь. И Марина завершает тоже. Благодарю тебя, Господь, за все. Аминь. 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 Благоставляю вас священническим благоставением, братья и сестры. Дорогие друзья, благоставляю сегодня Израиль, благоставляю сегодня Иерусалим в этой молитве также. Сегодня, кстати, в понедельник вечером у нас тоже общецерковная молитва за Израиль, за Иерусалим. Я не знаю, смогу ли выйти в эфир. Если буду здесь, то я выйду в эфир. Но, скорее всего, я побуду на служение в Кемо, Киевская еврейская мессианская община. У них в понедельник вечером проходит молитва за Израиль, за Иерусалим. Поэтому я сегодня еще остаюсь здесь в Киеве. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 С миром Божьим, братья и сестры. Благословляю всех вас во имя Господне. Сегодня вечером в 6 часов вечера, даст Бог, получится сделать трансляцию. Если нет, то уж не обессудьте. Но утром, также в 6 утра, добро пожаловать в прямом эфире, ваш покорный слуга. Пусть Бог благословит вас с Богом, с миром Божьим. Аллилуйя.